Город Шадринск посетили потомки известного исследователя Константина Дмитриевича Насилова. Туристическая поездка в Зауралье – это новогодний подарок от Первого канала для 11-летнего Коли, праправнука Константина Дмитриевича. На Шадринскую землю приехала правнучка Юния Станиславовна и ее пятеро детей. В Краевическом музее прошел круглый стол, где потомкам Константина Насилова рассказали о судьбе и жизненном пути русского путешественника. Его исследования, что самое важное, позволили укрепить позиции Российской империи на Европейском севере. А вот уже в 1890-х годах он уделяет огромное внимание уже другой части исследования, в частности полуострову Ямалу, по которому Константина решила получать исследовательских поездок. И именно в это время, очередной раз, появилась его способность снизить масштабы. Что он предложил? Он предложил соединить под Майдаранскую и Кубскую углу перешейком канала, для того, чтобы не путешествовать по Карскому морю. Воз, на котором большую часть времени года были подальдоны. В городе Шатинске и Шатинском уезде Константин Насилов пользовался огромным уважением и популярностью местного населения, потому что занимался благотворительностью и участвовал в общественной жизни города. Благодаря Константину Насилову обозначены северные границы России, которые были продолжены и сыграли важную роль в освоении северного морского пути и богатств этих земель. Своей деятельностью он, как путешественник, связал абсолютно разные точки, географические точки на карте наше государство. И сегодня мы с вами имеем уникальную возможность побывать здесь, в Шавреце, в Муниципальном облаке, в тех местах, которые памятны для нас, как для Замьякова Константина Дмитриевича. В течение дня гости города познакомились с достопримечательностями Шадринска и базой отдыха «Находка», которая носит имя Константина Дмитриевича Насилова, а также посетили церемонию открытия информационного стенда на набережной, которой присвоено имя нашего известного земляка.